Европейские санкции, ослабление рубля, разорение десятков турфирм и тысячи людей, застрявших из-за этого за границей. Все это заставило многих туристов не только в стране, но и в Краснодаре пересмотреть свои взгляды на отдых. А впереди новогодние праздники, пара отпусков, и большинство горожан встретят их дома. Об этом пусть и не без сожаления сообщают местные турагентства. Заграничные поездки теперь потребителям не так интересны, зато как снежные сугробы растет спрос на зимние туры по России. Анна Федорова изучила туристический атлас страны и узнала, какие новогодние маршруты предпочитают в кризис краснодарцы. Анна Барцумян заядлая туристка. В ее планшете и на страничках в соцсетях сотни фотографий. Дубай, Париж, Барселона, Рим. Но свежие снимки заморских красот, признается девушка, еще не скоро пополнят фотоархив. Во всяком случае, Санта-Клауса в этом году на них не будет. Каникулы, 11 дней, конечно, мне хотелось провести в Европе, хотелось поехать в Швейцарию на горнолыжный курорт. Но я пришла в турфирму, если честно, цены меня не очень приятно удивили, поэтому я предпочла остаться у нас в крае. Действительно, в ноябре цены на новогодние туры за границу выросли в среднем на 10-15%. Каждая тысяча евро стоимости путевки стала дороже на 10 тысяч рублей. Похожая ситуация и с путевками в южные страны. Например, если летом «Вояж в Египет» стоил в среднем 36 тысяч рублей, то сейчас до 48. Представители турбизнеса связывают подорожание с девальвацией российской валюты. Цены на зарубежные туры напрямую зависят от курса евро и доллара. Как следствие, поток российских туристов, в том числе и краснодарцев, которые проведут новогодние каникулы за пределами страны, резко снизился. Ну а те же, кто не в силах побороть жажду новых горизонтов, кардинально и спешно меняют направление. Например, вместо горнолыжных курортов Австрии более экономичный Египет. Когда они видят такую разницу в цене, то они меняют звездность отелей, уровень сервиса, страну. Они склоняются либо к более бюджетным странам, таких как Египет, Чехия, какие-то экскурсионные маршруты, либо к отдыху на нашем побережье, Красной Поляне. В прошлом году сначала закончилась Европа, потом закончились места на наших российских курортах. В этом году наоборот. К слову, Сочи возглавил топ-10 городов России для путешествий в новогодние каникулы, опередив Москву и Санкт-Петербург. Такие данные приводит федеральный сервис онлайн-бронирования. Уже сейчас в отелях Олимпийской столицы почти не осталось свободных мест. В жемчужине Горной Адыгеи, Лаганаки аналогично. Уже забито, по крайней мере, с 31 по 3 на Новый год. А так, считай, забивалось в середине декабря. По данным Ростуризма, спрос на новогодние путешествия по весим и селам отчизны по сравнению с прошлым годом увеличился втрое. В лидерах курорта Краснодарского края – Казань, Золотое кольцо. Примерно в столько же раз снизились показатели по европейским турам. Если на относительно бюджетные Италию и Болгарию краснодарцы еще готовы потратить деньги, то более дорогостоящие Австрии и Финляндии по сравнению с прошлым годом свои позиции сдают, для многих стали не по карману. К слову, в снижении туристического потока за границу некоторые эксперты винят не только растущие евро и доллар. Первая причина – это те события, которые происходили летом. Это имеется в виду масштабная зачистка туру индустрии. Я бы выделил второй причиной – это санкции, которые введены ЕС и США в отношении представителей госкомпаний и чиновников. Как бы то ни было, политика или экономика внесла коррективы, но до Нового года осталось чуть больше месяца. И решить, где провести 11 выходных дней, лучше как можно скорее. Для тех, кто не хочет провести 3 января в пределы квартиры, за просмотром голубых огоньков и поеданием салата Оливье, турфирмах называют День Икс. После 25 декабря подыскать отдых, оптимальный по соотношению цены и качества, будет невозможно. В Сочи очень достойный курорт, построенный после Олимпиады, поэтому всем советую туда съездить. К родителям поеду. В России, я знаю. Да, в России. Ещё как вариант стать участником народных гуляний, которые на каникулах будут проходить во всех округах. Эпицентром праздника по традиции станет театральная площадь. Самую волшебную ночь года горожан здесь встретят концертом и салютом под бой курантов. Анна Фёдорова, Константин Каверин, Евгений Валитов, Надежда Зайцева, Краснодар, 24.